А сейчас я хочу представить вам нашу замечательного белосырковского доктора Мостовой Наталью Викторовну. Это врач-эндокринолог, который мы очень обязаны ее наблюдениями, стационарами за ее больными. Здравствуйте. Я врач высшей категории по специальности эндокринология. Работаю более 17 лет. Если точно, через 3 месяца будет 18 лет моему стажу врачебному. В компанию Хуашен я с сентября 2005 года. Сразу признаюсь, немало потратил сил и терпения. И он еще Виктор Дмитриевич, который в первой познакомил меня с продукцией компании, очень трудно докторам доходит, что можно что-то использовать еще, кроме традиционной медицины. Благодаря тому, что вы в свое время занимались гомеопатическими препаратами и успешно использовали их в лечении своих пациентов, я думаю, это сыграло тоже длинную долю в доверии как раз в продукции компании Хуашен. Значит, кто-то слышал, а кто, может быть, и не слышал, то я вкратце все-таки напомню, что как эндокринолог своим пациентам я чаще всего рекомендую и в первую очередь кружку и пояс. А уже в зависимости от того, какие осложнения преобладают, какие жалобы у пациента, к сожалению, наши, я имею в виду, эндокринологические пациенты, имеют целые букеты заболеваний и кардиологические, и неврологические, и хирургические, и гастроэндрологические, и офтальмологические группы, поэтому приходится участвовать и соучаствовать во всем. Поэтому в моей практике, хоть я и врач эндокринолог стационара, находит применение все, и шапочка, и накладка на глаза, и наколенники, и носочки, и кальций, и чаи, ну и, конечно же, пояс и вода в первую очередь. Мы использовали успешно также и сердечную карточку. Много пациентов остались довольны и перчатками, особенно те, у кого была контрактура депуитрена, у которых были трещинки, язвочки, грибковые поражения на ладошках, очень быстро избавились от своих проблем как раз с помощью перчаток. И когда мы вкратце упоминаем о том, где найти клиента, то как раз уже мои пациенты, официальные пациенты, которыми я как раз занимаюсь в клинике внутренних болезней, они, когда идут на физиотерапевтические процедуры, они уже делятся информацией и полученным опытом. Вот сегодня переночевала один день только, одну ночь только в перчатках, все трещины, от которых не могла избавиться на ладошках, в течение нескольких лет прошли буквально за одну ночь. Вот уже появляется в отделении несколько пациентов, жаждущих приобрести или носочки, или пояс, или те же перчатки. Что касается тех пациентов, о которых я рассказывала, наблюдаются у меня молодые с тяжелой формой сахарного диабета. Если интересно, вкратце остановлюсь все-таки на разнице между типами диабета. Сахарный диабет сложное, конечно, заболевание, говорить о нем можно бесконечно, болезнь тоже и 20-го, и 21-го века, очень много людей страдает от него, но опасным и страшным все-таки является первый тип. Первый тип сахарного диабета, когда имеет место абсолютная инсулиновая недостаточность. Как правило, страдает этим типом с детского возраста или же с юного молодежного возраста. Раньше его так и называли пубертатный диабет или же юношеский диабет. И, как правило, эта форма диабета требует компенсации исключительно инсулином. У меня под наблюдением находится несколько человек, которые болеют с детского возраста. Сейчас они уже достигли возраста 40 лет. Применяют кружку, применяют пояс. Чем мы можем похвастаться в результате применения продукции компании Хуашем? Это то, что дозу инсулина удалось все-таки существенно снизить, причем в каждом случае индивидуально. К сожалению, не могу пока привести ни одного примера, чтобы удалось абсолютно снять в течение года инсулин у пациента с инсулинозависимой формой диабета. Но все-таки даже то, что пациент, принимавший 70 единиц, 80 потребность суточная в инсулине, снизилось до 20-30-40 единиц в день, то есть в 2-3 раза практически снизилась доза инсулина и потребность в нем, я считаю, это тоже достойный все-таки результат. Как ни крути, инсулин – это белковый препарат, и это не свой препарат, производимый организмом, и каким бы он хорошим ни был, к сожалению, мы живем в таких условиях, что не получается подобрать индивидуально, какой бы хвален и ни был этот инсулин генный инженерный, далеко не всем подходит каждый из видов инсулина. Что касается диабета второго типа, тут как раз больше есть поводов для фантазии и ярче, и быстрее успехи. Тут имеет место инсулиновая недостаточность относительная, когда страдает поджелудочная железа таким образом, что она или недостаточное количество инсулина выделяет, или он не совсем совершенен, или же ткани не в состоянии распознавать этот инсулин в организме человека. Это особенно бывает у людей с ожирением, которые мы всегда рассматриваем как преддиабет. Если есть избыточный вес у человека, значит, уже где-то, возможно, и скрытая форма диабета, или же иначе можно ее назвать нарушением углеводного обмена, уже имеет место. И поэтому недолго заставит себя ждать и явная форма сахарного диабета. Поскольку сахарный диабет дает жестокие осложнения и на нервную систему, и на сосудистую, то яркими примерами применения продукции компании QHM служат чаще всего носочки. С чем появляются, с какими жалобами впервые появляются наши пациенты. Вот как раз с жалобами на боли в ногах. Причем эти боли могут быть вызваны полинейропатиями, то есть только первичными поражениями нервной системы, периферической, когда может страдать тактильная болевая чувствительность. Иногда это просто только онемение, то есть парастезии. И это тревожит пациента. До этого, особенно со вторым типом сахарного диабета, пациент может болеть и 10, и 15 лет. И иногда и не всегда догадывается, что он уже болен. А вот как раз и обращается за помощью, когда начинают появляться жалобы на ноги. Вот тут как раз благодарно и радостно используются носочки, потому что они дают быстрый эффект и быстрые результаты. Кто помнит и слышал, а кто может быть и не слышал, считаю не лишним напомнить ту историю с пациенткой, у которой была сухая гангрена первого пальца на ступне. Я демонстрировала тогда реавозограммы, графические изображения состоятельности, сократительной способности сосудов при сахарном диабете. Так вот, эта пациентка наблюдалась у меня тоже очень давно. В течение последних полтора года, я имею в виду на момент до сентября 2005 года, у нее был поражен этот палец сухой гангреной. И, в общем-то, перспектива была известна остаться без этого пальца. То есть он сыхает, мумифицируется до конечной точки, когда уже идет на ислумни и просто отпадает. Также ее ориентировали и хирурги. Ну и вот с ней мы как раз применили носочки. Должна заметить, что болевой синдром, а, ко всему прочему, женщина страдала от боли и вынуждена была принимать немыслимые дозы обезболивающих препаратов, иногда, честно говоря, опасных для здоровья в течение суток, чтобы выдержать эту боль. В первый же день применения носочков, причем пристрелочного применения, по 15 минут, боль прекратилась. Она смогла обходиться без таблеток, скажем так. Я не могу сказать, что совсем уж так боль прекратилась, но она стала терпимой. Через 6 дней после того, как она проходила обычный курс лечения в отделении и использовала носочки по привыканию, первый день мы применяли по 15 минут, 3 раза, второй день по полчаса, 3 раза. Должна сказать, что все-таки главные боли у нее были как побочный эффект применения носочков. Мы их благополучно снимали шапочкой с биофотонами. Ну и на 6 день мы получили воздействительные результаты по реавозограмме сосудового. Сейчас я уже даже не задаюсь целью фиксировать эти реавозограммы, потому что это, как правило, каждый второй из пациентов, который приходит с прямой линии на реавозограмме. Если он слушается, исполняет все, как ему советуется, он имеет хорошие результаты. Самое интересное, что касается той женщины, которая в первую сцепой гангрены применила носочки биофотоновые, то через полгода следов от гангрены на пальце не было. Я в медицине вообще-то, хоть врачом работаю 18 лет, а общий стаж у меня уже больше 25 лет. Еще не видела такого, а приходилось видеть всякое. Работала и на травмпункте, и в приемном покое, и травмированных людей. Ну, чтобы усокший палец, который я сама видела, что он как черствует лет, и вырос, и восстановился настолько, что красивый человеку 68 лет, а пальчик чуть ли не как бы 20-летний. Это было очень приятно, поразительно, и, конечно, когда рядом с ней находятся люди, она тоже делится своими результатами, и мне уже иногда не приходится проводить маленькие пресс-конференции и презентации, потому что за меня их проводят мои пациенты, которые исправно каждый год, два раза в год, а кто три раза в год, ложатся на курс лечения. Они уже рекламируют и продукцию компании «Хуашэн». Они уже теперь, я для них управляюсь эксплуателем, а они моими дистрибьюторами, которые продолжают популяризировать продукцию компании «Хуашэн» массы. И сейчас, когда пациент приходит, он иногда с порога, даже незнакомый мне человек может сказать, «Наталья Викторовна, а как насчет того, чтобы все-таки, где я могу взять кружечку?» Потому что я слышала, что кружка очень помогает. Так вот, в отношении кружки. Я говорила, что сахарный диабет второго типа как раз дает больше возможностей для применения для фотоновой продукции или компании «Хуашэн». В каком плане? На готовом примере, буквально в пятницу, выписалась от меня женщина. Впервые выявленный сахарный диабет. Естественно, в 62 года у нее уже не только сахарный диабет, ко всему прочему, она имеет еще деформирующие артрозы тазовых обоих суставов в первой степени, имеет деформирующие артроз второй степени обоих коленных суставов, имеет гипертензию, ожирение третьей степени. И вот в таком состоянии она попадает ко мне с палочкой, ковыляя, перекошенная, с сахарами за 25, через хирургическое отделение, потому что начинались трофические поражения ног. Занимаясь я ею в хирургическом отделении, естественно, как положено, традиционно, по всем канонам, назначаем инсулин. Человек с периферии, приехала издали, живет женщина в селе. Ну и для нее с первого же дня вопросом номер один было, останется ли она на инсулине жизненно, и как она его вынуждает, когда уедет домой к себе в село. Я поначалу не стала ее никаким образом расстраивать, думаю, посмотрим, какая же будет все-таки требуемая суточная доза инсулина. Пациентка находится две недели в хирургическом отделении, подбирается доза инсулина, естественно, инсулин короткого действия. Ну и я вижу по тем сахарам, по тому контролю глюкозы, что явно мы не укладываемся в 65 единиц инсулина. С расчетом на ее массу, когда организм жадно начал потреблять и накапливать, восстанавливать то, что он потерял за те месяцы, что она заболела и находилась в декомпенсации. Она же все это за счет растрачивания своих энергетических запасов. А теперь организм стремится все это восполнить и с помощью инсулина, то есть ей колется инсулин, сахара снижаются, аппетит повышается, пациентка начинает больше-больше кушать, повышаются сахара, повышается потребность в инсулине, замкнутый круг. Вижу, что будет доза порядка 70-90 единиц в сутки. У дамы уже есть доза 90 единиц, к вашему сведению, на таблетки не переводится нигде в мире. Считается сопоставимой дозой 44 единицы инсулина. Если она превышает хотя бы на одну единицу, то очень сомнительный перевод на таблетки. Так вот, в конкретном случае. Вижу, что если я эту даму действительно оставлю на инсулине, то она не только с палочкой не разлучится, а через месяц-второй ее в инвалидной кресле-каталке будут возить, потому что она будет дальше набирать вес, дальше будут страдать ее суставы. Но все-таки дети выразили готовность, что доктор, советуйте все, что можете, мы на все готовы, лишь бы все-таки не оставалась она на инсулине. Если будете слушаться, значит будет все хорошо. Приобретают они кружку, приобретают трусы с поясом, носочки она сама попросила, хотя по хорошему счету грубых нарушений как раз сосудистых не было, страдали только нервные окончания и суставы нижних конечностей. Значит, боролись мы 3 недели. Сахара упорно не хотели снижаться, но я все-таки решилась отменить инсулин, настоятельно порекомендовать выпивать воды не меньше 2 литров в сутки. Я думаю, она выпивала больше, потому что поначалу цифры глюкозы держались в пределах выше 22. Представляете, какого мужества и терпения надо, чтобы в стационаре допустить до того, чтобы пациент находился с сахаром выше 22. без инсулина, когда все и рядом другие знают, что надо инсулин в таких ситуациях. Тем не менее, я ее выписала в пятницу, в эту позавчера, с сахаром 8,4 натощак 11-12 часов дня, на двух таблетках глипомета 2 литра воды использовались также биопатоновые трусы с поясом. Это готовый берет в основном статусе. Из таких интересных последних примеров есть также примеры применения накладки на глаза. Пациентка, которая проработала 40 лет в медицине в ортальмологическом отделении медсестрой, женщине 62 года, попала ко мне перед выходными, я ее увидела уже в понедельник, ее госпитализировали в пятницу, уже совершенно слепая. Она научилась различать пальпаторно деньги, купюры, приспособилась уже как-то с этим жить, хотя перед этим в родном ее отделении в тальмологическом пробовали проводить какую-то сосудистую терапию, я так понимаю, что и это взяла в колонца под глаза, в течение месяца боролись, но все-таки безуспешно. Ко мне она попала с гипертоническими кризами, с обострением жесточайшим пиелонефрита и также с возникшей необходимостью перевода ее временно на инсулинотерапию. Но больше всего ее расстраивало не то, что она, извините, писает зноем, а то, что она слепая. Если вы решитесь на такой эксперимент, то я бы вам все-таки порекомендовала использовать двеофотоновую накладку на глаза. В течение 15 минут она подержала накладку на глаза и шокирована была вся палата, которая наблюдала ее в пятницу по понедельник. То есть женщина была прикована к своей койке, за руку ее водили по два человека в туалет или же подавали судно в постель. Тут она, сняв эту накладку на глаза, встала и спокойно, свободно вышла из палаты, не промахнувшись в проем двери. Естественно, через 5 дней она была с инсулино переведена на таблетки. Для нее достаточная доза полторы таблетки манимила в день. Была пролечена и по пиламефриту. Но, конечно, она ушла и с кружкой, и с накладкой на глаза, и с носочками. Мало того, пришли ее родственники, которым тоже оказалось, что надо полечить и коленные суставы, и тоже нужна накладка на глаза, потому что, на их взгляд, она за две недели, что находилась на лечении, очень помолодела и покрасивела. Поэтому еще и ни одна накладка на глаза была взята. И, в общем, вся семья осталась довольна, включая доктора тоже. Очень трудно, конечно, убеждать людей. Трудно убеждать коллег. Все-таки рядом со мной работают люди, тоже врачи высшей категории, мои коллеги, с которыми мы работаем все эти 18 лет рука об руку в тесном помещении. И они видят, как оздравливаются мои пациенты. Они видят, как оздоравливаются уже и их пациенты, потому что их пациенты приходят ко мне в палату, общаются с моими пациентами, и они приходят и обращаются. Тут, конечно, нарушаются некоторые нормы диантологии, но когда ко мне обращается пациент за помощью, я им не отказываюсь, даже если я заведомо знаю, что у него есть другой лечащий доктор. И если я могу что-то подсказать лучше, я стараюсь подсказывать. Поэтому с сахарным диабетом, еще раз подчеркиваю, кружка и пояс – это номер один. Что касается шапки, я и применяла, и применяю ее исключительно в тех случаях, если мы имеем начальное давление, нормальное или пониженное. Потому что первичный опыт применения шапки с биофотонами показывает, что у человека, среди моих пациентов, основная масса таких со склонностью к артериальной гипертензии, первые же 10 минут шапка вызывает повышение давления. Невысокая, на 10-15 мм трудного столба. Но представьте себе, если оно изначально повышенное, да его еще повысить, вряд ли такой пациент будет благодарен своему доктору. Еще напомню случай, если кто-то не слышал по применению шапки. Яркий, приятный, красивый. Ровно год его исполняется в этом случае. Значит, пациентка проснулась от того, что ей как-то нехорошо. Сходила, извините, в туалет, потому что поэтому засекалось время. Заработала радио. В 5.30 или 5.15 работает радио. Из туалета она самостоятельно вернуться не смогла. Хорошо, что находились на коридоре санитарки, подвели ее под руки к кровати, подозвали медсестру. Медсестра измеряет давление. Давление 220 на 110. До этого она находилась на лечении в нашем традиционном, в нашем противодиабетическом отделении эндокринологическом с давлением стабильным 120 на 80. Правда, в анамнезе у нее уже есть импарт миокарда. Что делает медсестра? 220 на 110. Дает полтаблетки клофелина. Она успокаивается, вроде бы засыпает. Прихожу на обход я в 9.30. И смотрю, что Андреевна как-то не реагирует. Лицо бледное, черные круги под глазами. Я уже с другими не называю ее, подхожу к ней, измеряю давление. Давление 70 на 40. То есть в свое время медсестра избежала гипертонического криза, а может быть даже и геморрагического инсульта. Да, и клофелин. Но поскольку клофелин оказался для нее чересчур крепким препаратом, мое своевременное появление, я так считаю, теперь, видимо, все-таки спасло ее от того, что не хватил ее ишемический инсульт, потому что давление продолжало бы падать. Клофелин был дан в пол шестого утра. И в пол десятого она уже практически двигалась к лапсу. Благо была шапочка у меня в биофотонах в руках и перчатки. Надеваем мы шапочку на 4 минуты и перчатки на 10 минут. Через 4 минуты измеряем давление 110 на 70. Шапку снимаю. В перчатках она еще побыла. 120 на 80. Бью родное давление. У дамы, к тому же, еще в этот день был день рождения. Ну, видимо, еще сыграл тот фактор, я думаю, для многих не секрет, что в свой день рождения человек менее всего защищен. Все-таки наша кривая биоритмов идет над изолидией, под изолидией, а в день рождения она попадает как раз на ноль и практически защиты никакой. То есть человек, можно считать, заново родился. В этот день ей подарили родственники носки, на шапку и перчатки, которые ее спасли. Она не решилась. Но она этими же носками первую же ночь спаслась. На какой-то из препаратов, я так думаю, возможно, даже на тот же клофелин, запоздалая, аллергическая реакция в виде кашля, она ее сняла биопатоновыми носками. Стал душить кашель, сухость, хрипы по ходу трахеи, чувствую, задыхаюсь. Приложила к груди носки. Все, Наталья Викторовна, не надо мне ни шапка, не надо мне ни перчатки, я носками буду себе все делать. Ну почему? Это еще за счет того, что человек настолько материально зависимый, она зависела от своей сестры, она ждала, даст ли сестра деньги на лечение, не даст. Собственно, и лечение она в состоянии проходить раз в пять лет, вместо того, чтобы ложиться два раза в год. Что вам еще рассказать? Кальций. Кальций. Значит, кальций и пыльца. Кальций и пыльцу я рекомендую практически всем пациентам, независимо от того, есть ли у них какие-то трофические нарушения, есть ли у них страдания суставов, рекомендую всем. Пыльцу используют мои пациенты и при различных видах высыпаний, местно, разводя водичкой, когда структурированной, а когда не структурированной, то и вовременной. И при воспалении десен втирают в десна и при микротрещинках, ранках, язвочках тоже само собой. Ну и просто как биокомпонент необходимый для нормального функционирования и восстановления быстрейшего организма. Не боюсь я назначать эти все пыльцу, все препараты, которые я назначаю и онкопациентам таковые, очень часто, к сожалению, у нас имеются. И вот когда я вспомнила об этом, то расскажу еще и про чудо-бриллианты. Потому что очень часто и чрезмерно смело наши хирурги-эндопринологи берутся апеллировать щитовидные железы. Я считаю, что очень многих случаев, когда этого делать не нужно. Во многих случаях не только я так считаю, потому что были международные симпозиумы, на которых четко и конкретно указывалось, что тот же хронический тиреидит Хашимото, а он же радиоиммунный тиреидит, что актуально для нас в Чернобыльской зоне, это заболевание, которое не нуждается в хирургическом лечении. И оно прекрасно поддается консервативному лечению. С помощью чудо-бриллианта для меня удается курс лечения намного сократить и оптимизировать. При хронических тиреидитах очень часто появляются нарушения структуры щитовидной железы, причем самые разные. Иногда не до конца диагностированы. Официальная медицина требует в каждом случае нахождения узла делать функционную биопсию. К своему стыду, а может быть и не к стыду, должна вам признаться, что я далеко не каждого пациента отправляю под функционную иглу, находя у него узлы щитовидной желези. Все-таки я предпочитаю своим пациентам в таких случаях назначать чудо-бриллианта, потому что я увидела эффект от этого, причем намного больше эффект, чем от всех тех способов и методов лечения, которые я применяла до этого 15-17 лет. А применяла я не только гормональные препараты, не только противоаллергические препараты, которые классически требуются от нас в таких случаях, но и применяла гомеопатические препараты и массу других различных способов оздоровления людей. И даже до того, как я узнала продукцию Ухуашен, у меня были случаи полного излечения хронического геологического и эдита вообще. Эти люди до сих пор не благодарны, что их не скалечили в свое время и не избавили от столь нужного и полезного им органа. Потому что никаким синтетическим л-тероксин, который дается для компенсации функции щитовидной железы, особенно оперированной, он дает осложнение на сердце, нарушает сердечный ритм, повышает давление, лишает людей сна и отдыха, но и вообще по хорошему счету еще с советских времен не рекомендован лицам старше 60 лет. А поскольку выбора у нас нет, и того тириегина, который 8 копеек в Советском Союзе стоил и затавлялся из щитовидных желез крупного рогатого скота давно уже нет, ни в Белоруссии, ни в России он не производится и взять его негде, то в общем-то альтернативы другой нет, хотя теперь она появилась. Это чудо-бриллиант. Он позволяет все-таки эффективно и существенно снизить дозу л-тероксина уже оздоровленным или покалеченным, я бы так лучше сказала, которых прооперировали, когда в этом не было необходимости и добились того, что человек имеет тяжелую форму гипотириоза, который не может компенсировать л-тероксином, символическую дозу, какую он принимает, но находится постоянно в декомпенсации. Так все-таки применение чудо-бриллианта позволило эту дозу существенно снизить, чем избавить человека от риска сердечно-сосудистых осложнений, что немаловажно. Также помогает в таких случаях мне и сердечная карточка, которая позволяет существенно снизить аритмии, улучшить давление, причем очень быстро и легко. Правда, не в тех случаях, когда идет мощная передозировка л-тероксина. Когда у человека уже вызван иатрический тиреотоксикоз, то есть это часто случается в тех случаях, когда уж проакцилировали, доказано, что был рак и специально дается завышенная доза л-тероксина пациенту во избежание метастазирования, во избежание рецидивов дается повышенная доза л-тероксина. В таких случаях, к сожалению, и сердечная карточка неэффективна. Такой человек будет мучиться с аритмией, с повышенной артериальной интерфенцией до тех пор, пока излишки л-тероксина не будут выведены из крови. Ну и приятный случай по поводу применения сердечной карточки. Тоже самый свежий и самый новый пациентка с сахаром интерфенцией находится на лечении 76 лет женщине. Лечится традиционно, как и положено. Попутно получает информацию от пациентов и от доктора о биофотоновой продукции с неким недоверием как всегда впрочем и большинство относится ко всей этой информации. Но проходит время делаем повторную кардиограмму и наши функционалисты описывают кардиограмму характерную для свежего повторного инфаркта причем расползающегося трансмурального охватывающего практически все стенки левого желудочка и прогрессирующего. призываю кардиологов кардиологи не находят изъяна соглашаются с тем лечением которое было назначено та же глюкоза тот же гепарин те же противоритмические препараты да плюс блокаторы получают дама дальше кардиограмма улучшается с каждым днем. 2 февраля ну уж дальше некуда хуже некуда кардиолог разводит руками а я тем временем уже даму все-таки приучаю в сердечной карточке и по 15 минут в течение дня она несколько раз ее уже прикладывает к груди впереди в октябре 2 февраля это пятница впереди суббота воскресенье она остается практически без наблюдения своего врача рассказываю как пользоваться карточкой увеличивая время в понедельник делаем кардиограмму улучшения еще никакого нет кардиолог снова разводит руками ну-ка пойти дальше глюкозу гепарин применяйте дальше блокаторы смотрю куда их дальше применять блокаторы 66 ритм изначально был 92 потом 70 66 когда сколько будем ждать когда будет 40 отменяю я все капельницы вешу эту карточку на целый день с понедельника по среду она находилась в карточке для укрепления сердца в среду получаем результат ой-ка что данных про свежий инфаркт от 2 февраля нет остались только рубцовые изменения ранее перенесенного инфаркта естественно надежда серафимовна выписалась с этой карточкой и я думаю что в ближайшие полтора месяца вряд ли найдут эти рубцовые изменения по кардиограмме если она будет применять эту карточку так как мы с ней договорились право может есть вопросы скажите а накладка если щитовидка вот здесь накладка вот эта хорошо работает накладка хорошо работает чудо-бриллиант единственное что я например даю предпочтение накладке в тех случаях когда имеется еще и остеохондроз или увеличенные лимфоузлы в шейной группе очень часто случается то я даю предпочтение накладки в таких случаях на шейнике на шейнике а что хотела сказать а в случаях когда имеет место повышенная функция щитовидной железы то и на шейнике и чудо-бриллиант пациенты дольше трех минут при первичном использовании не удерживают со временем когда функция стабилизируется я все-таки сочетаю это с медикаментозным лечением когда уже больше смелости когда ближе к компенсации тереотоксикоз то все-таки они используют мои пациенты чудо-бриллиант но до того пока полностью не компенсируется тереотоксикоз опыт и практика показывает что длительное время чудо-бриллиант они не выдерживают жарко становится потом покрывается самое радое бывает но вы же все равно означает что это мы завязаны шею обязательно и по шапочку и по повязку и по глазам конечно вы же все равно назначаете петли и токсикоз назначаем только аккуратно применяем и потихоньку аккуратно в режиме привыкания трех минут ну а покуда все таки добиваемся компенсации больше все таки я жду всегда чудо-бриллианта улучшение структуры щитовидной железы потому что скажем за последний год из 10 человек с многоузловыми формами зоба причем это были разные узлы и кисты и фиброматозные узлы и аденоматозные узлы и лимфоцитарные они все уходили 8 пациентов излечены полностью структура железы полностью нормализовалась и размеры ее стабилизировались от чудо-бриллианта я приобрела пижаму но у меня много есть и спина и суставы но у меня зуд вот зуд рука руки, ноги и тело начинает зуды начните сначала с чаев с структурированной воды печеночный чай а кружка есть? кружка кружки у вас есть? нет а кружки начинать надо а потом кружку надо начинать а в отношении лифом тоже приятные результаты очень часто при сахарном диабете в последнее время чересчур часто практически каждый месяц два-три человека появляются с лифомом из спины при сахарном диабете то сейчас для нас уже как палочка выручалочка все-таки пелье не каждый решится на операцию хотя операция не очень-то травматичная но я думаю гораздо приятнее надеть футболку и зачастую это дешевле чем обращаться к хирургу конечно Наталья Витальевна а ваш телефон можно? я визитку спасибо есть а если шапочку на глаза надевать улучшается зритель? да подойдете подойдете вы и уделите пожалуйста пустит скажут я не услышала здесь пустит 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 а а видимо свища там имеется ничего нет это есть у кожи есть и я есть цена есть вещи есть дерматит мокнущий нет 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 первый день 15 минут три раза второй день тридцать минут три раза четвертый день Пробуйте надевать на зону. Улучшает зрение эффективно. Полторы-две диоптрии – это те результаты, которые получили за полтора года. Те, у кого улучшается состояние сосудов и улучшается зрение. При начальной катарапке, особенно если она случилась на нервной почве, готовый пример. Пациент 64 года, две недели назад похоронил жену. В течение недели начал слепнуть. Применение накладки на глаза восстановило зрение за неделю. А в последующем он лечит свои диабетические ретинопатии. Он спит в этой накладке ежедневно, потому что человеку 64 года, саж диабета 18 лет и, конечно, ретинопатии есть. Очки он сбросил на 10-й день на один глаз 4,5 диоптрии, на второй глаз 2,5. Наталья Викторовна, вы видите, что я газету читаю без очков? То как это, лечит или не лечит? Страдают сосуды, конечно, страдают. Я всегда рекомендую накладку на глаза. Три года. На новой. Меня как раз спрашивают в отношении диабетических ретинопатий. Если человек болеет диабетом 20 лет, и эта ретинопатия, то есть изменение сосудов гвоздного дна, назревала в течение этих 18 лет, может он за одну ночь излечиться от ретинопатии? Нет, но я рекомендую накладку надевать и спать в ней в течение месяца билет. Для лечения ретинопатии, для улучшения состояния сосудов гвоздного дна. Но муха, наверное, и игрушка тоже. Ну и игрушка тоже надо. Я игрушку несколько раз прошу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!